Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о страхе. И сегодня я хотел бы начать говорить о страхе Божьем. И первая, наверное, одна из самых важных составляющих этого, это осознание Божьего величия. Наверное, без этого осознание, по сути, сам страх Божий, он не может проявиться у нас. Знаете, когда мы были неверующими, нам казалось, что миром управляет либо сама природа, либо планета. Сегодня очень часто по телевизору слышишь, как сама природа противится, или сама природа, или сама планета, и так далее. Но послушайте, когда мы с вами говорим о том, что есть природа, то мы осознаем некий огромный масштаб этой природы. Если мы говорим о планете, то мы осознаем, насколько это огромный масштаб. Мы говорим о вселенной, и мы понимаем масштаб. Когда мы с вами говорим о Боге, нам нужно также осознавать масштаб Бога. Писание говорит о том, что земля, которую мы даже представить себе размеры не можем, это всего-навсего подножие его ног. Хотя я бы, наверное, даже такими категориями мерить не стал. Я на 100% уверен, что интенсивность страха Божьего в нашей жизни напрямую зависит от того, насколько мы с вами понимаем, осознаем вообще величие Бога, насколько Он велик. Никакие глаголы, никакие прилагательные, никакие наши попытки Его описать, они не способны это сделать. Я на 100% уверен, что это просто нужно однажды пережить, когда ты встречаешься с Богом лицом к лицу, осознавая не только Его величие, но и собственное ничтожество. Где эти величины просто нет смысла даже сравнивать, как песчинку с какого-нибудь пляжа с Вселенной. И вот когда вы сталкиваетесь с Богом, когда вы встречаетесь с Ним, вы понимаете это. Это нельзя объяснить словами, но вы понимаете, кто вы и кто Он. И когда до вас это доходит, внутри вас рождается вот этот зачаток страха. Может быть, кто-то скажет, что это неправильный страх, но это не так. Вы осознаете, что вы предстали перед величайшей личностью в мироздании, в бытии, во всем абсолютно, который абсолютно всемогущ, абсолютно велик, силен, и сила Его не имеет преград, границ и ограничений. И тогда происходит то, что я называю зарождением, осознанием страха Божьего, когда мы начинаем его бояться. Потому что Он тот, который держит все в своих руках. Итак, начинается страх Божий с осознания Божьего величия. Если вам понравилось то, что вы увидели и услышали, не забудьте поставить лайк. И подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе того, что происходит и о чем мы сегодня размышляем. Бог благословит каждого из вас. Субтитры создавал DimaTorzok